Если есть вопросы, стараюсь на них ответить. Ну, я тогда, Лили нету, она задает, но вот пока ее нет, я воспользуюсь тем, что... Знаете, у меня получились такие дни, вот я даже вот настолько тяжелая. Просто мы в прошлый раз, когда разговаривали, и Лиля говорила о том, что обидели, о прощении, душа болит. И вот как-то я тут тоже для себя размышляла тогда. Да. Вот. И я-то, в общем-то, тогда для себя увидела утешение. Почему? Вот у меня тоже... Вас тут Бог благословил одинокими женщинами, Олег Васильевич. И я так вот сижу и думаю, сидят несколько. И вот нашли жилетку, что ли. Ну, я думаю, что не только. Я думаю, что все-таки вот Господь через вас, Он что-то с нашими сердцами, не думаю, это точно так и есть, меняет. Вот. Ну, я тогда для себя думала, мне там облегчение потом принесло, я когда начну, покаяние началось. И тогда, когда я увидела, как я поступала неправильно по отношению к своему мужу, и вот это меня как-то вразумило. И у меня потом постепенно как-то боль она ушла, потому что я просто представила, думаю, если... А мне... С меня-то тоже можно хорошо спросить. Я вообще все, что можно было сделать, не так. Я все сделала. Вот. Ну, и как-то я вот тут вроде бы утешилась, успокоилась, думаю, да. И тут такая ситуация, звонит мне одна сестра и начинает предъявлять претензии, вот я на тебя то обиделась, другое. И я такая умная Маша, объясняю ей, говорю, ты знаешь, вот все у Бога под контролем, я вот не хотела тебя обидеть. И так я спокойненько, хорошо ей так все по полочкам разложила, сама даже удивилась. Ибо, вах, на следующий день у меня возникает ситуация, и я обижаюсь на другую сестру. Причем не просто обижаюсь, а двое суток рыдаю, и у меня все вот это вот такое... И я просто, ну, на самом деле, очень тяжело. И я такая думаю, да, я вот вчера, правда, хотя бы Бог благословил, я сходила и исповедовалась, и там молились. Но как-то вот все-таки, слава Богу, легче стало. И я вот для себя сделала вот несколько выводов. Когда мы, действительно, написано, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большим осуждению. То есть вот когда мы какие-то советы даем кому-то, это получается, нужно, когда ты вот это все, что ты говоришь, нужно самому себе это в сердце. И практически почти сразу начинаются проверки. И я так понимаю, что вот то, что вы с нами общаетесь, и для вас это тоже потом где-то отдается. Потому что вы же тоже нас, ну, вразумляете, наставляете. И я, допустим, для себя очень много черпаю практических, реальных советов от вас. Вот. И вот, ну, настолько мне было тяжело. Причем вот, когда я мозги включаю, начинаю рассуждать, вроде бы, что это. А потом вот чувства просто захлестывают. Но, слава Богу, все-таки Господь, и молились, и Господь меня как-то вот... И я еще поняла, что в этом нашем прощении, вот если в сердце есть обида, то Бога там точно нет. Ну, точно нет. И пока вот... Я просто вот думаю, знаете, вот еще проповедь такая была, брат говорит, вот мы раньше приходили, обижались. То есть, а сейчас вот раз и все. То есть, получается, что-то в нашем сердце еще есть. Да, и даже вот человек, ну, не первый год там искренне за Богом идет и каждый день читает и старается. И все равно получается, что мы обречены на то, что, да, до конца жизни Бог будет что-то выдергивать. Вот какой-то горький корень там все равно откопался, и он, получается, его будет выдергивать для того, чтобы очистить. То есть, вот, получается, это естественный процесс нашей христианской жизни, да? Ну, давайте я попробую поставить, ну, точнее, засвидетельствовать. У вас, может быть, все станет на своей полочке. Первое. Самый страшный недуг, самый страшный удар по душе — это отверженность. Иисус говорит, не оставлю вас сиротами, приходу с вами. Отверженность — это... Она приходит в нашу жизнь двумя путями. Отверженность, когда кого-то бросают, если вы разводились, или муж ушел, или родители бросили в детдом. Это все производит отверженность, и это очень тяжело переносимо. Недаром у Бюго есть произведение, отверженное очень такое, вот он подмечает эти моменты. Много написано, но это проходит такой линии серьезной. Быть революционером или не быть революционером? Кем быть? Бунтарем или следовать за Богом? Может быть, если читать долго фильм, посмотреть, если нет мюзикл, есть неплохой поставленный в эту тему. Второй момент. Сердцеведцу не нужно делать проверки, он и так знает, что в нашем сердце. Я очень не люблю это слово, потому что оно не отражает характер нашего Бога. В-третьих, Писание говорит, что Иисус пришел не только спасти, но и собрать воедино рассеянных чад Божий. Отвержение может быть на уровне церковного уровня, там, служителя, люди ведут себя странным образом, и человек не может себе быть, ну, как в церкви, в семье. Ну, свободно, нужно постоянно следить за собой, а это тяжело контролировать себя. Поэтому этот мир, он полон отверженности. Экзамены не сдал человек, не поступил, он чувствует отверженность. То есть он ненужный. Там, с работы уволили, я не знаю, сосед сказал, да пошел ты. Это так или иначе по нам бьет. И поэтому, когда говорится о горьком корне, мы должны понимать, что на корне не сам корень по себе страшен. Если корень будет в земле сам по себе, он сгниет. А страшно то, что из этого растения вырастает, и на этом растении ядовитые плоды. Поэтому я и сказал, если ты за себя не мстишь, если ты отдаешь все Господу, или как об Иисусе сказано в послании Петра, он взаимно не угрожал, предавал то судье праведному. И когда тебе больно, ну, мы же выезжаем, мы можем обижаться. То есть для меня не страшно, что я обижаюсь, страшно, что я потом с этим делать буду. И вот если я иду к Богу и говорю, мне обидно, мне больно, это одна тема. Если я своими силами пытаюсь сражаться, говорить, вот, обижаться нельзя, Писание говорит, мы не должны обижаться. И стараясь, по сути, заткнуть эту обиду куда-то под ковер, ну, взрыв все равно будет, и это и есть горький корень, она будет жить. А если я дам волю действовать по обиде, ну, так это вообще, это месть. Ничего хорошего она не приносит. Поэтому идешь к врачу и изливаешь свое сердце. Теперь по поводу сути, то, что вы назвали проверкой. Но в моей жизни несколько иначе. Я объясню, как. Как правило, как правило, я ничего не говорю, что уже пережил. И в моей жизни, если Бог дает мне слово, ну, уже я сейчас опытный, я знаю, что меня ждет. И поэтому то, что я вам даю, это многие вещи я прошел, причем проходил серьезные испытания. Испытание — это не то, что Бог меня испытывает, а испытание — это вот в плане, что ты становишься сильнее. То есть тебя закаляет Бог тебя погружать в определенную ситуацию, и ты, помышляя о Боге, проходишь эту ситуацию, ты становишься сильнее. Ну, как Иисус пошел, Духом Святым повел, Дух Святой его повел для искушения дьявола, когда он прошел искушение, он вернулся в силе Духа искусственного. И вот в этом смысле я даже желаю, чтобы в моей жизни это происходило. Потому что цель не то, чтобы себя обезопасить такого хорошенького, чтобы было мало страданий, мало трудностей. Нет, у меня даже этой цели нет. Мне вообще скучно, если нет каких-то вызовов в жизни. А цель Бога познать, есть большой шанс Бога познать, и ты понимаешь, что чистые сердца Бога узрят. И поэтому ты более готов освящаться, нежели оберегать себя. Потому что кто душу свою хочет оберечь, он ее погубит. К сожалению, сегодняшнее богословие, и оно давно такое… Ну вот я приехал в Томск, и здесь было так, если меня плющит и колбасит, то это не от Бога. Я говорю, идите скажите апостолу Павлу, которого побили камнями. Вот это богословие, если мне плохо, то лучше этого не делать. А почему нет? А почему должно быть хорошо? Мы что, на курорте живем, что ли? Или мы не среди зла живем, что ли? Или нечего в нас выжигать огнем, что ли? Я даже не представляю христианство, которое не нацелено на очищение, на освящение, на подвиги души, на отстаивание слова, позиции. Да, за слово надо отвечать, слово испытывает. Но это же хорошо, наоборот. Это же здорово подвергать себя испытанию, чтобы сказать, что я истинен и внутри, и на словах, и на деле, и в сердце своем. Наоборот, я даже не знаю. Я другого христианства-то не знаю. И не вижу смысла в другом христианстве. Но вот что касается моей жизни, оно происходит так. Бог даёт мне откровение. Я работаю с этим откровением. Я работаю для себя. Я обычно проповеди не готовлю. Я делюсь с хлебом, который для себя взял. И люди говорят, вот я получил откровение. Они не откровение получают, а знание. Между знанием и откровением большая разница. 118-й Псалом, прочтите, откровение изменяет. Оно умудряет, оно формирует. А знание — просто знание. Ты узнал о чём-то, и всё. Это ничто с тобой не сделало ещё. И христиане путают между знанием и откровением. И потом, когда у меня сформирована мысль, сформировано слово, и я понимаю, о чём я, я уже жду, что эти события произойдут в моей жизни, где мне нужно будет употребить это знание. А для чего мне Бог даёт это знание? Он знает, что меня там ждёт на повороте. Я не знаю, что за поворотом меня ждёт, и Бог меня готовит. Что лучше, быть подготовленным к тому, что будет за поворотом, или быть неготовым, чтобы… Вот вы сейчас рассказываете так эту историю. Вы получили знание, и поэтому эта сестра вам позвонила. Я вижу эту историю иначе. Бог подготовил вас, зная, что эта сестра позвонит. Я по-другому читаю события. Видите, у нас разница в прочтении событий. И я могу показать всё. Иван Грятвия на этом основан. Бог подготавливает своих людей и к тому, что придёт в их жизни. Ну, в принципе, если вам нужно прямое слово, Иисус говорит так, кто слушает меня и не исполняет того, что я говорю, он подобен человеку, который всё-таки построил дом, но не на камне, но подули ветры, разлились реки, и дом тот не устоял, потому что не был построен на камне. Человек, который слушает меня и исполняет то, что я говорю, он построил дом, и у него тоже подули ветра, разлились реки, и дом тот устоял, потому что был основан на камне. О чём идёт речь? Что ветра будут дуть, и реки будут разливаться у каждого, у праведного, у неправедного. Мы живём на земле, встретить зло, здесь есть человек-убийца, есть вор, здесь всё от греха в помрачении находится. Но праведник подготовлен встретить зло, противостать. А у кого нету слова, ему нечем противостать, у него нету веры, нету слова, то есть вера слышно и слышно, не от слова Божьего. И он не готов к этим событиям, которые приходят в его жизнь. И потом говорит, почему? И дальше любимая фраза людей, религиозных, «Бог, если бы ты меня любил, ты этого бы не допустил в жизни». Но это не есть правда. Посмотрите на Иисус, он по благодати, по благодати вкусил смерть за всех. Это называется благодатью, умереть за всех. Поэтому мы несколько, как христиане, наше богословие очень интересное. Как по мне, оно требует революционного понимания. Не себя в центр ставить, а Христа всё-таки в центр ставить. И какого Христа? Христос, который пришёл явить любовь Божью. А в чём спасение? По вере. Чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечно. А вера — это что? Это Слово Божье, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Шма и Сраэль. Всё с этого начинается. Если ты идёшь в Дом Господень, будь готов более к слышанию, чем к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо поступают. И поэтому, когда люди не нацелены, ну, скажем так, смотри на тестование Божье, ибо кто может сделать прямым то, что он сделал кривым, говорит экклесиаст Коэллет. А в другом месте написано, за то, что они не внимательны к действиям Божьим, то происходит с ними. Нет, то есть потому что. Или Иисус говорит, лицемеры, лица земли, небо можете различать, а сами по себе не можете судить, что должно произойти. То есть о чём идёт речь? Что христиане не нацелены распознавать Бога в жизни, а нацелены как-то себя обезопасить. Но это абсолютно неверное отхождение, это не тот вектор. Спаситель один. Если ты сам себя хочешь обезопасить, ты себя погубишь. Твоей мудрости не хватит себя обезопасить. Ты должен довериться и сказать, даже если я иду в долины смертной тени, но я иду за пастором, который положил жизнь свою за меня, я не убоюсь зла. Я не буду бояться, потому что он со мной. И вот это и есть истина. Ну и что? Ну пойду я, дали до смертной тени, ну поведёт меня Господь. В конце концов, евреев Бог не куда-то вывело, сперва в шалаши, а потом в пустыню. Ну и надо было идти за ним, какие проблемы? Идёшь ты в землю обитованную. Поэтому это свойство наше, как у Петра, мы идём по слову, по воде, а смотрим на обстоятельства, потом начинаем бояться и утопать. В общем, всё зависит от того, как мы читаем события. Если мы читаем события от Господа, ну тогда они представляются иначе, чем мы читаем их сами от себя. И ещё раз повторю вот этот пример. Ваш пример говорит о том, что вы считаете, что вы сказали это слово, поэтому она позвонила, и вы поговорили, и потом вас обидели. Я считаю, наоборот, Бог вас готовил, и насколько вы были послушны, настолько подготовлены к тому событию, которое произошло в вашей жизни. И вам было бы что отвечать, что противопоставить этим событиям, если вы готовы, но никак не наоборот. Не потому, что мы говорим какое-то слово, у нас происходит наше событие в жизни, а наоборот. Бог готовит нас к тем событиям, которые приходят в нашу жизнь. Он видит гораздо дальше, чем мы. Он говорит, вот сейчас вот за тем холмом с тобой произойдёт вот это. Ты этого не видишь, я это вижу. Поэтому я начну тебя готовить, что когда ты придёшь за этот холм, ты был готов встретить эти события. А там неважно, там в жилетку тебя плачут, любят тебе, лайки ставят, или наоборот на тебя незаслуженно обвиняют, обижаются, или излятся, или клевету возводят. Это не имеет значения. Ты должен сохранить себя как и от славы, так и от поношения. Ты должен быть постоянным. То есть вот ты сделал своё дело, ты официант, и всё, вся слава Господу. За всё, что ты делаешь. Ты это должен внутри себя носить. Неважно, что происходит. Смотрите, ведь дерево смерти — это не только дерево зла, но и дерево добра, познания добра. И мы думаем, если нам добро, то это от Бога, если нам зло, то это не от Бога. Но вовсе не так. И добро, и зло может принести нам смерть. От Бога приходит только жизнь. Бог не разговаривает в рамках добро, зло. Он разговаривает в рамках жизнь и смерти, и всё. Жизнь может прийти через трудности. Для Господа его жизнь, которую он отдал и получил, прошло через крест. Для многих апостолов через мучительную смерть, для многих христиан тоже через болезни. кто-то избежал острия меча, ну, в общем, евреям 11 глава. Кто-то нет. И это не имеет значения. Имеет значение, что они прошли тот путь, который Бог им предназначил пройти. А прошли они веру, то есть у них было слово. Им было чем противостать тому, что приходило в их жизни, чтобы сохранить себя от всякого рода зла. Зло? Ну, никто бы не искушался бы, если бы сатана приходил только со злом. Именно, что люди искушаются, сатана искушает людей как бы добро. Поклонись мне, и я дам тебе. Или сделай то, и тогда уверуют в тебя. То есть, ну, как бы хорошего желает. Или, как Петр, побереги себя, Господи, пусть с тобой этого не будет. Ты меня искушаешь, ты сатана. Потому что думаешь не то, что Божье, а то, что человеческое. И вот думать то, что человеческое, ставить в центр человека, по сути, это и есть идолопоклонство и отход от Бога. Это и есть эра гуманизма. В гуманистическом мире человек поставит в центре. И даже Бог обслуживает человека. И слово такое, и мышление такое у людей как бы вот от себя. Любое объяснение событий я в центре. Но истина в том, что Бог в центре. мы должны быть христоцентричны. И христоцентричность, она говорит, Бог возлюбил меня, отдал сына своего. Все. Это однозначная позиция. Значит, Бог меня любит. Ничто меня не должно отлучить от любви Божьей. Что бы ни происходило, если я принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя, согласно я христианин, то, что я верю в Иисуса Христа, однозначно говорит о том, что Бог меня призвал. А что хочет Бог? Ну, чтобы я спасся и достиг познания истины. Все. Не важно, что со мной происходит. Важно, как я реагирую на то, что со мной происходит. Если я буду реагировать христоцентрично, тогда я буду думать, так, ничто в моей жизни не происходит, как вы правильно говорите, без Божьего водительства, без Божьего контроля. Значит, если Бог это допускает, ну, тогда давайте смотреть. Бог знает, что в моем сердце? Да. Бог умер за мои грехи, которые были в моем сердце? Да. Бог очистил свои крови Духом Святым меня от мертвых дел для служения Бога живого истинному? Да. Я освобожден от всякой проклятия, от греха? Почитайте себя свободным от греха? Да. Значит, Он не испытывает меня в том смысле, чтобы знать, что в моем сердце. Он и так знает, что в моем сердце. По сути, знает Бог, что в нем и знает, что в нас. Об этом говорит апостол Павел в послании к Арифинам. Значит, я события должен читать по-другому. Я должен как-то прославить Христа. По сути, не вы меня избрали, я вас избрал, чтобы вы приносили плод. Чем больше вы принесете плода, тем больше прославится мой Отец Небесный. То есть мы призваны прославлять Христа, неважно, жизнью, смертелью, спим ли, ходим ли, кушаем, моемся, чем угодно. Мы призваны прославлять Христа. Иногда Христа прославлять требуется жертва. Больно может быть, могут не признавать, могут плевать, могут смеяться, могут что угодно делать, могут восхвалять, могут лавры на тебя одевать, золотом тебя осыпать, что угодно могут делать, но всё это нужно преодолеть, чтобы с чистым сердцем прославить Бога не за ковришки, не за какие-то вещи, а потому что тебе Дух Святой, и этого требует справедливость, потому что без Него ничто не может быть, что начало быть, или без Слова. Ничто не может быть, без Слова Божьего ничто не может быть, что начало быть. То есть воздаём славу Богу. Или как Давид говорит, дивно я сотворён, вполне осознаю это, и поэтому прославляет Бога. То есть как бы так или иначе любые события, которые происходят в нашей жизни, они должны послужить к славе Божьей. И тогда не станет вопрос уберечь себя, не уберечь себя, проверяет он меня, не проверяет. Заняться больше нечем, как проверять. Дети вот в этом смысле. по-другому событию читается. Тогда ты говоришь, ты меня подготовил, ты дал мне наперёд, ты дал мне ведение наперёд, ты меня оснастил наперёд. Могу сказать, не знаю, знаете вы или нет, есть такой проповедник, мне довелось побыть в его служении Морис Сырулла. Еврей, пятидесятник, причём еврей, он не просто еврей по национальности, а с уедаизмом, уверовавший в Иисуса. И он приводит такой пример, говорит, вот что бы вы подумали о Боге, если бы он повёл себя примерно так. Вот идёт взвод автоматчиков, ну человек тридцать, и вызывает командир, говорит, там рядовой ЦРУ, иди сюда, вот тебе пистолет, тебе задача всех этих, этот тридцать человек автоматчиков уничтожить. Вот что бы вы подумали о Боге, если бы он нас так посылал, не дав нам всё необходимое для того, чтобы выполнить эту задачу. Мы перестали быть христианами, в которые Бог даёт задачу. Задачи, ну верен в малом, больше поставить. Все задачи начинаются с бытового уровня. Вообще с семьи. Кто не может управлять семьёй и не будет заботиться о Церкви Божьей? Поэтому в семье возникает много вопросов, в семье возникает много задач. Если ты умеешь их решать, тогда ты сможешь помочь и другим людям. Если ты не умеешь их решать, ну как ты сможешь помочь и другим людям? То есть у тебя компетенции не хватит, квалификации, профессионализма не хватит. Помимо ещё о нравственных, о духовных вещах, как ты относишься к своей семье, с чего ты будешь тогда к чужому человеку хорошо относиться. Поэтому Бог снаряжает нас, Бог готовит нас к событиям, которые приходят в нашу жизнь. Или мы, как хорошие ученики, учимся, и когда приходят события, нам есть что ответить, как и написано, дабы знать, что отвечать противящимся. Мы должны быть оснащены, мы должны быть вооружены. И не просто вот это, крестьяне играются, там броня праведности, щит веры, шлем спасения, и вот так представляют, будто до себя одевают эти одежды. Ну не для игрушки же это всё дано. Ты чётко должен понимать, что отвечать, когда ума касается, когда касается справедливости, когда касается веры, когда касается благовестования и так далее, и так далее, когда касается вопросов духовных. Ты должен знать, что отвечать, ты должен быть оснащенным человеком, понимать, почему это происходит. Всё это происходит не потому, что меня такого эгоцентричного Бог проверяет, а потому, чтобы послужить другим. Пора уже себя давно глаза убрать. Я очень часто встречаю христиан, которые на себе зациклены, и в хорошем, и в плохом смысле, но чрезмерно зациклены. Писание говорит, не думайте о себе более того, что вам положено. Помышляйте о Господе, помышляйте о том, что достославно, о том, что добродетель, о том, что похвала, о том, что вера. Об этом помышляйте. Или в послании евреев говорится, говорите много о Христе, о Его причине, зачем Он пришёл на землю, о Его подвиге души, о Его воскрешении, о Его вознесении на небо, о Его сейчас служении, ходатая, и о том, что Он придёт опять. То есть вот об этом нужно много думать. А у нас как-то богословие, оно по сути не богословие, а какое-то вот сдвинутое антрополантизм, апомартизм в нашу сторону. То есть мы о человеке. Постоянно о нас любимых говорим. Даже вот этот пример. Вы увидели, как вы поступали с мужьями неправильно, и у вас может воздержать мысль, вот если бы я правильно поступал, а бы он не ушёл. Ничего подобного. Каждый несёт ответственность за себя. Чем брак, чем семья изиждется? Что кто-то проявляет большей силой, и зачем-то ему это надо больше, чтобы сохранить то, что есть. Как правило, всегда, ну это же не просто так говорится, один упал, другой поднял. Если оба упали, то и поднимать некому. Вот. Поэтому любое разделение, причина обоих. И не обязательно здесь, ну, виновность. Виновность — это дело такая, это когда кто-то умышленно, хочет развестись. Я ещё ни разу не видел свадьбу, чтобы жених и невеста мечтали развестись. По-моему, мечтает прожить долго и счастливо, и умереть в один день. Ну вот. Ну, жизнь вводит свои коррективы. То, что мы видим своё, это хорошо, но это не значит, что если бы вы полностью идеально, правильно, образно говоря, вели себя, что развода бы не произошло бы. Вот такими мыслями занимается сатана, чтобы нас загрузить, чтобы мы смотрели назад, чтобы мы чувствовали вину. Одно дело, когда я вижу, где я не прав, но я не увязываю события в жизни со своими ошибками. Я молюсь Богу и говорю, я благодарю тебя, что ты всё можешь обернуть во благо, даже мои ошибки. Я же почему говорю какие-то моменты из примеров жизни, где я был неправ. Я говорил, какую проповедь я сказал жене, или Иисус, или развод. Ну, самая тупая проповедь в мире. Я даже не знаю. Если бы мне такое сказала бы, жена бы, я бы послал бы её подальше. И примерно так вот в сектантах, так называемых свидетелей Иегова, так и делается. Примерно. Ну, это значит, что Бог взял мои слова, дурные слова, и обретил во благо. И жена моя спаслась, потому что она стала мыслить иначе. И опять-таки со Христом. Поэтому не бывает так, что вот кто-то идеальный там, и семья у него хорошая, и всё. Есть одна вещь, она простая. Она простая. И я считаю, что она центровая. Вот то, о чём я сейчас скажу, я считаю, она центровая вещь. Или мы видим, как Бог действует, и тогда у нас всё, слава Богу. Или мы не видим. Как Бог действует, и тогда у нас беда. Слепой всегда в яму упадёт. Слепой не может рассчитывать, что его действия Бог обернёт во благо. Он всегда хочет себя сделать правильным. Он всегда хочет, если он религиозный, он хочет быть супер кем-то. Он хочет делать всё правильно и думать, что от этого будет результат. Но он погрязает самоправедности. Есть только один, кто поступает правильно или справедливо, или праведно. Это Бог. Господь Бог. Всё остальное в сравнении с Ним не дотягивает до его праведности, я не знаю, за миллиард километров. Вообще без шансов каких-то. А это значит, что никто не способен произвести жизнь, произвести то, что не развалится, то, что останется цельным. И поэтому семья сохраняется там, что где-то вот кто-то осознанно, а кто-то неосознанно смог увидеть главнее, чем обида, главнее, чем боль, главнее, чем ссоры, главнее, чем строки, главнее, чем унижение, главнее. Вот что-то для человека было главнее. И это я смею называть любовь. Любовь не поверхностная, а вот глубокая, люта, как смерть. То, что говорится, вот лютая такая, вот она боль приносит, она может приносить одиночество, слезы в подушку, но человек почему-то говорит, нет, нет, не развалится наша семья, я не знаю, почему. Ну вот, так вот происходит. Но став христианином, мы можем это уже делать осознанно. Мы уже осознанно можем держаться за то, что есть в нашей жизни. И что имеешь, что держи, сказано в Откровении. По крайней мере, есть дети, есть родственники, есть друзья, есть церковь, есть братья и сёстры. Держись, держи, есть вера, есть Христос. Держи то, что имеешь, не будь лёгок на то, чтобы потерять. Потому что люди по таким мелочам устраивают разборки и ссорятся. Даже выговаривая кому-то, они не действуют в дуке Матвея 18. Там, если тебя кто-то обидел, ты говори, чтобы приобрести брата. То есть в мир идти, быть более миролюбивым. Этот человек разборку устраивает, то есть унизить, сказать, что ты виноват. Это не тот дух, какую-то справедливость ищет своё. Там, где человек ищет справедливость, там нет любви. Это однозначно. Потому что мы должны решить, что мы хотим, чтобы к нам поступали по справедливости или к нам поступали по любви, по милости. Это наш выбор. И то, как мы относимся к людям, так относится к нам Господь Бог. Вот. И ещё касаемо отношений мужа и жены, мужчины и женщины. Но обратите внимание, вот просто здесь нужно, ну, я не знаю, надеюсь, что вы осилите это. Смотрите, Адам был едино целым. Он был единым. И плоть от плоти, и кость от кости он был единым. Затем Бог берёт и забирает из Адама, забирает от Адама часть его плоти. Забирая от Адама часть его плоти, он из этой части его плоти делает Еву. Ева имя её означает, что она даст жизнь всем людям. И действительно, благодаря тому, что она есть, люди рождаются. То есть, по сути, она является дающей жизнь, но взята от Адама. И теперь ставится задача. Ставится задача Господом Богом, что вот то, что Он разделил, стало одной плотью. Вот задумайтесь об этом. Об этом очень важно задуматься. То есть, это было одной плотью. Это было одной плотью по факту. Не надо трудиться, не надо молиться, не надо делать усилия. Человек является одной плотью. Все, у него все вот в нем, как сотворил Господь Бог, так и есть. А теперь Господь Бог отделяет нечто, чтобы это отделенное стало одной плотью. и причиной, чтобы это отделенное стало одной плотью, то, что и говорится кость от кости, плоть от плоти моей, и там участие любви. То есть уже две личности становятся не просто кусок мяса или плоти, а уже личность становится личность, которая имеет свой разум, свою точку зрения, и она очень сильно нравится от мужской логики и хода мышления. Вот как этих двух разных людей по сути сделать единым. Это очень сложная задача, и поэтому если кто озирается назад, неблагонадёжен для Царства Божьего. То есть в этом слове есть не то, что человек хочет старую мысль, старую жизнь, но и то, что он на какие-то старые ошибки смотрит, но если ты сможешь на старые ошибки, вперёд не пойдёшь, ты всегда будешь себя грызть и сожалеть о том, что ты сделал, то есть чувство вины. И Писание говорит, сегодня только разбирал это Место Писания, там очень интересно идёт рассуждение, как перевести на греческом языке. Звучит так, что если сердце нас осуждает нас, тем более Бог, потому что Бог больше и знает себя. Ну вот, если посмотреть в грамматику, там конструкция определённая, то перевод может звучать и по-другому, и в некоторых переводах такая версия есть. Если сердце наше осуждает нас, или совесть наша осуждает нас, то Бог оправдывает. И судя по контексту, который там есть, именно так и стоит, потому что Бог больше. Мы должны не то, что сами себя судить без Бога, один судья Бог, не подавать повода судить себя. и поэтому человек, который озирается назад, он не может быть благонадёжным для Царства Божьего, потому что он озирается назад. Он не идёт вперёд, он не смотрит вперёд. Описание учит нас идти вперёд. Глупо, наверное, я Иисуса на вены привожу в пример обычно. Он был раб, он вырос как раб, и он должен был заменить великого человека, Моисея. Какие у него шансы? Никаких. Вот если бы он не смотрел бы вперёд, если бы он не следовал тому, что говорит Господь Бог ему, изучай моё слово, чтобы в точности его исполнять, тогда ты будешь мужественным, тогда ты будешь успешным, тогда у него никаких шансов заменить Моисея бы не было. Если бы он начал говорить, да я был рабом, да я нигде не учился, да то, да то, да я читать не умею, да я писать не умею, да я никогда не знаю, что такое быть вождём. Если бы он такие вещи стал бы петь, мы бы сегодня, грубо говоря, мы бы не видели такого выдающегося лидера, который всё-таки понёс служение Моисея, не имея благодати Моисея, если так я сказал бы, ну или переживаний Моисея. И поэтому ему это доставалось другим путём. У него не было образования Моисея, он не видел горящего куста, он не был на горе, он не получал скрижали, он не входил во святая святых, но он понёс служение Моисея и ввёл народ свой в землю обетованную. Вот что делает вот это, когда ты не назад смотришь, а смотришь вперёд. И этого хочет Бог. Поэтому если бы Моисей сам себя бы, ну, если бы Иисус на вид сам себя бы жалел бы, он бы не преуспел бы в том поприще, которое ему приготовил Господь Бог. Вот. Ну, наверное, я всё сказал достаточное для этих вопросов. Знаете, я слушала и думала гениально. Ну, как же мне это не пришло. Вот, на самом деле, это, ну, просто, как хорошо. Мне действительно стало понятно. Я просто, ну, у нас-то в церкви тоже говорят всегда о святости, о чистоте, о том, что не будет. Это у харизматов говорят, что ты пришёл, у тебя всё будет хорошо. у нас так не говорят. Вот. И я, когда начинаю, он мне говорит, я говорю, ну, вы вот служители, я-то вообще простой человек, ну, почему у меня-то? Просто у меня вот прям вот так жёстко вот эти обстоятельства, что кажется, иногда даже дышать нечем. Ну, я вот просто, ну, слава Богу, спасибо. Спасибо, вот, вот мне вот надо было это услышать, вот, то, что Бог готовит. И ещё, мне почему-то иногда кажется, что, ну, вот, сейчас я переживу, и мне какое-то время будет такой отдых, я расслаблюсь, хоть что-то, всё везде будет хорошо, вот, я прям вот, как будто бы вот сижу и жду этот период расслабления. А мне почему-то вот опять кто-то позвонил, с кем-то поговорил, ну, вот просто гениально, слава Богу, мне надо было это услышать. Вот прям Бог проговорил это вот для меня, потому что на самом деле Он готовит. И я так пока слушала, анализировала, вот, последний там, допустим, год, действительно, перед тем, как что-то происходило, у меня возникало, и Бог давал, всегда давал откровение, и я ещё и располковывала это кому-то, или даже там себе. Ну, вот, слава Богу, ой, спасибо. Я прям думаю, я потом ещё, дай Бог, запись будет, я ещё раз послушаю, потому что это, вот для меня сегодня это очень важно, вот прям жизненно важно. Но, знаете, ещё, вчера уже под вечер, когда я всё-таки вот успокоилась, только поздно, вечером, но меня утешила одна сестра, мне понравилось такое выражение, она говорит, сестра одна находилась в таком удручении, кто-то её всё обижал, обижал, она говорит, вижу сон, я сижу и рыдаю, и голос такой, а чё ж ты плачешь-то? Она, вот, да вот так, она говорит, на тебя даже ни разу никто не плюнул, а ты рыдаешь. И вот меня это вчера так утешило, вот я не знаю, уже после такого, что действительно, никто не плюнул, ну, и, в общем-то, человек-то даже и не хотел обидеть, просто что-то так вот сложилось. Ну, спасибо. Вот вы очень важны для меня, вот для моей жизни такие слова сказать, очень важные, и то, что касается семьи, и я каждый раз думаю, ну, не буду больше, как бы вот, получается, я как бы открываюсь, ну, я же, люди, и, кажется, думаешь, ну, не буду больше, и я понимаю, что если я не откроюсь, я не услышу, я не услышу то, что должна была вот услышать. Ну, спасибо, спасибо, слава Богу. Я благодарю Бога, вот, за то, что Он привел меня. Спасибо. Вы мне прям, спасибо. Вот я одну вещь хочу сказать по поводу, все зависит от того, какого богословия вы придерживаете, потому что как я уже говорил в тех записях покопаетесь, ваше мировоззрение влияет на веру, вера на поступки, поступки на ожидание. Вот. Или вы считаете Новый Завет отменяющий ветхий Завет, позиции в христианстве, или вы считаете Новый Завет заменяющий ветхий Завет, или вы считаете Новый Завет как починка и модернизация ветхого Завета. Вот для меня это починка и модернизация ветхого Завета. По сути, этот один Завет, который Бог ведет от Авраама и то, что он обещал Адаму и Илью. Вот для меня это один Завет. И тогда я сторонник составных частей, то, что приходит из условно говоря ветхого Завета, из Пятикнижей, из Торы. Вот. Если внимательно посмотреть в Тору, да даже все на дальний перевод, каждый день он обозначил был вечер, был утро, день первый, вечер, утро, день второй. Седьмой день не обозначен вечер и утро. И поэтому я сторонник тех комментариев, которые говорят суббота, она длится. Мы живем в субботе Господа Бога. Он не творит ничего нового, Он потом будет творить все новое. Сейчас Он занимается людьми, сейчас Он занимается спасением людей. О чем говорил Иисус? Я делаю отца, я делаю дела не сам от себя, а что вижу у отца. И поэтому в субботу Он исцелял. И Ему принадлежит фраза суббота для человека, а не человек для субботы. Почему я касаюсь субботы? Суббота это праздник Господа. Есть шесть праздников, три весеннем цикле, три осенней, но праздник не происходит от слова русского праздность, а происходит от понимания места встречи. Я назначаю тебе встречу. И вот суббота это назначение встречи с Господом Богом. А это в свою очередь в послании евреям говорится о вере. Говорится те верующие, кто входит в субботу, не имеется в виду день, а в покой его. Вот кто может успокоиться от дел своих, и теперь он свою жизнь не считает своим делом. Он живет для Господа Бога, что живут, то живут для Христа. Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот кто идет в этот путь, кто стремится к этому, тому и беспокоиться не надо будет. Мы беспокоимся ровно столько, пока есть наши дела. Мы беспокоимся за свои дела, когда мы радеем за эти дела. Чем меньше будет наших дел собственных, тем больше будет покоя. Потому что когда ты делаешь дело Божье, ну что тебя беспокоится? Господь Бог подкрепляет Слово своими знаменитыми чудесами. Если у тебя что-то не получилось, скажем, как у учеников, которые не смогли знать бесы из мальчика, ну тогда ты идешь Господу и говоришь, научи, умудри, наставь, вразуми, чтобы исполнить твое служение. Если в процессе служения ты обиделся, разозлился или искусился взять чужое, иди Господу Богу исповедуйся и говори, вот, оказывается, во мне есть это, очисти меня от этого. То есть так или иначе ты беспокоит, у тебя есть врач, семейный врач, личный врач по всем вопросам и терапевтическим, и психологическим, и психиатрическим, и духовным, у тебя есть и судья, оправдывающий тебя, у тебя есть и помощник, у тебя есть и учитель, и наставник, и сила, и крепость, ты в покое, ты знаешь, куда тебе идти, чтобы усилиться. и поэтому ты спокойно взираешь на все это, на то, что у тебя не получается. Но как только ты любое дело, любое дело, если ты не находишься вот в этих словах «вы без меня ничего не можете творить», если ты еще думаешь, что ты без него можешь что-то творить, ты всегда будешь беспокоиться. Вот всегда, 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 всегда. Потому что все, что мы пытаемся сделать своими силами, приводит нас к беспокойству. Или вы совершенствуете себя в этом. Апостол Павел говорит, я не говорю, что я достиг. Но это путь, это направление. Но по крайней мере вы четко будете знать, если вы начинаете беспокоиться, если вы начинаете раздражаться по поводу исхода чего-либо, вы занимаетесь своим делом, а не делом Божьим. Понимаете, евреев никто не отпустил с Египта, чтобы они вольно бегали по миру. Фраза звучит так, отпусти сына моего, чтобы он произвел мне служение. И нас никто не спас ради того, чтобы вольно бегали по миру, а чтобы приносили плод. Поэтому вернитесь к Богу, что называется, и успокойтесь в Его покое. И это есть вера. Поэтому для меня что шаббат, что эмуна, это все одно. Отсюда амэн, отсюда и все остальное. Поэтому очень важно, какой фундамент у вас заложен, какой фундамент взгляд на Бога заложен у вас. Отсюда ваша вера. Никто из нас не верит просто так я верю и все. Каждый из нас верит по научному. вот какому учению мы придерживаемся, так мы и верим, так мы и читаем события. Поэтому для еврея, для верующего еврея, для него вообще не стоят вот те вопросы, которые есть у верующих из язычников. Для него эти вопросы не существуют просто. У нас до сих пор у верующих из язычников есть вопросы. ходить на собрание или не ходить. То есть они еще не понимают, что они вошли в семью. Это то же самое ходить мне в семью или не ходить в семью. Что значит ходить в семью или не ходить в семью? Ты член семьи и у тебя есть свое поле, зона ответственности в этой семье. После обвязания евреи входят в семью. Семья дома Божьего. Эрц Исраэль. Это земля израильская. Это Божья земля. Как он не будет в синагоге? Он живет в синагоге. Он живет в общине. Он живет в собрании. Он часть этой синагоги. Как это? Даже эти вопросы не поднимайте. Любить Бога или не любить? Зло или добро? Сколько тысячелетий гоняют? Вопрос не стоит любить Бога или не любить. По меньшим делам люди разочаровываются в Боге изъязычника. Поэтому если вы хотите иметь это в себе, этот дух, который даже тысячелетия гонения не вытравил любовь к Господу Богу, то вам как-то не вместо этой маслины нужно быть, а привитым к этой маслине нужно быть. не возноситься над ними, а быть посреди них. Я говорю словами Павла. А тогда это не просто я люблю евреев, это богословие, богословие иудаизма. На чем зиждется иудаизм. Я сейчас не беру вот эти слабые моменты, которые здесь слабые, иначе не нужно было обновлять завет. завет обновляется, потому что то, что было, был обессилен плотью. И в этом обновлении обновился человек, родился свыше. Для рожденного свыше нужно выполнить другие требования. Но скиния Давида остается. Не убирается скиния Давида. Яков, первый присвидел Иерусалимской церкви, брат Христа, он и говорит, что вот эти события, которые вы видите, что язычники приобщаются, это как раз и есть исполнение слова, что Бог восстановит скинию Давида, чтобы все народы могли взыскать Господа. Вот это основа. Ищешь ли ты Господа? Ищущим Его Он воздает. Что такое искать Господа? Видеть Его. Постараться объяснить действия, которые происходят. Вот основа. И поэтому или ваши объяснения, они фундаментом зиждются от Авраама и далее, или вы берёте учения философов каких-нибудь, которые вошли в христианство, и у них свой взгляд, и они по-своему что-то говорят, и даже осознанно выталкивая богатство того, что имеет еврейская мысль. я сейчас не про нацию, а про веру. Вот. И вот здесь уже по-разному читаются события. Отсюда и по-разному читаются события. Например, один из рассказов, когда это было испанское испанский геноцид. Одна еврейская семья спасалась и села в лодку и плыла на другой берег, и ребёнок выпал из лодки, и лодка перевернулась, и утонули жена, дети, и отец семейства выплыл на берег и сказал слова «Бог, ты сделал всё, чтобы я тебя возненавидел, но я люблю тебя». Вот. Неважно правота, неправота, история, реально, нереально, важно понять этот дух. Это то, что Павел учит верующих из язычников. коринфян этому учил, и римлян этому учил, ничто не отлучит нас от любви Божьей. Не от нашей любви к нему, а от любви Божьей. То есть любой наставленный в вере человек, он прекрасно понимает, он любит Бога ровно столько, пока он слышит, что Бог любит его. И фраза «я все равно тебя люблю» означает «я слышу, что ты меня любишь, хотя я переживаю ужасные события, просто ужасные. Моя семья утонула, но я ощущаю, что ты все равно меня любишь. Ты не оставил меня, и ты со мной». Как говорится, Иосиф был в тюрьме, и Бог был с ним. Вот эта способность я вижу слабость у христиан из язычников вот в этой части. И смею полагать, что причина, потому что отвергаются те основы, которые заложены еще, условно говоря, в Ветхом Завете. Те слова, которые основаны, которые Господь Бог говорил еще в те давние времена, что через Авраама, что через Маше. То есть это то, как мы озижнемся. Поэтому понимаете, есть сила, сила в том, что быть в единстве, хорошо жить братьям вместе. вот эта жизнь вместе, это я сейчас не буду вас глубоко ввести вот в этот, но если хотите, я потом могу дать отдельную выдержку, туда сброшу с иврита. но женщина, она не представлена как помощница. Это немножко передернутый перевод. Она больше представлена как противница. Вот синодальный перевод говорит о том, что Бог даст помощника Адама. Но на иврите это слово звучит как не противник как Сатана, Сатан, но как тот, который не дает спать. Это роли женщины. Женщина есть, мне нравится один рассказ. губернатор едет в машине со своей женой и потом говорит, дорогая, давай заедем на стройку, мне там нужно сделать пару распоряжений. Как раз начальник стройки и жена говорит, а случайно мне тот не такой-то, не такой-то? там говорит, да, такой-то. Это мой одноклассник, давай поедем вместе. Давно не видел, поговорим и так далее. И вот они приехали, поговорили с ним. Она со своим одноклассником, он со своим подчиненным. И вот они едут назад и губернатор говорит, а давно ты его знаешь? Да, он мне даже предложение пытался делать. Он говорит, вот видишь, как тебе повезло. Если бы ты согласилась, ты была жена бы не губернатора, а начальника стройки. Жена улыбнулась и сказала, нет, дорогой, если бы я согласилась, он бы был бы сейчас губернатором, а ты начальником стройки. И вот в этих словах есть большая истина. Вот женщина, она или вдохновляет мужчину, или пилит его, или вообще никак, никак на него не влияет. А вот каким стимулом работает мужчина, знает только Господь Бог. Вот это очень важно понимать. Есть мужчины, которые вдохновленные женщины совершают подвиги, вот такие рыцарки. Им нужно чувствовать, что они вот это, что есть кто-то, кто их вдохновляет, поддерживает. И конечно им нужна такая женщина. Есть мужчины, которым не нужно никакое со стороны вдохновения, они внутри сами смотивированы, и тогда им лучше не мешать. представьте, если будет нового ворота. Поэтому когда мы шеем, когда мы стараемся что-то сделать семью, союз, мы не относимся к этому как нечто очень такому деликатному и требующее затрат действия. движим на гормонах, на влюбленности, на желании быть вместе, но представьте, что на энтузиазме строится дом. Собрались куча людей, говорят, а давай дом построим, а давай. Ни чертежей, ни технологии, ни разума, а просто на желании. разве устоит этот дом? Нет, если вы хотите построить дом, и чтобы он не развалился, вам нужно его строить по всей науке домостроительства. Точно так же и семья. Семью даже больше. Я говорил в тот раз, смотрите, человек учится семь лет, затем еще какая-то практика, затем еще, и потом где-то 10-11 лет его допускает до тела другого человека, чтобы он мог принести пользу. Это врач. Но двое будут одноплоть. Это же потяжелее задача будет. И каждый из них должен понимать, с чем он столкнется и должен подготовить себя. У меня есть знакомая семья, он пастор, и у них был кризис семейной жизни. И жена сказала, а что это мы ссоримся, рукаемся, давай сражаться за нашу семью. Человек получил эту мудрость сражаться за свою семью. Всегда есть вопрос, зачем тебе это надо? Я и говорю, что всегда что-то большее должно находиться, чем то, что нас разрывает, чем то, что нас разделяет. Поэтому эти истины заложены прям в самом начале, что когда мы имеем дело с людьми, когда мы имеем дело с хоть с каким человеком, он отличается от нас. У него другой ход мышления, другая логика, другой характер, другой эмоциональный фон. Иногда мужчины хотят жить с мужчинами. Я сейчас не о демотексуализме, а о том, что хотят, чтобы женщины мыслили как мужчины. Это глупость. Иногда женщины хотят, чтобы мужчины мыслили как женщины. Это тоже глупость. Мужчина должен мыслить как мужчина, женщина как женщина. И это искусство, чтобы между ними был мир, уважение и понимание, взаимопонимание. Согласитесь, в легкую это не дается. Это дается только, если тебе это надо. Вот если тебе это надо, будешь пахать, будешь потеть, если тебе это надо. А если не надо, то на кой тебе это надо? Зачем тебе трудиться? Мы люди очень интересные, мы трудимся ровно настолько, сколько нам надо. Вот поэтому и вот смотрите, если мы читаемся на дальнем переводе слова, что Бог хочет дать помощника соответственно ему, двадцатый стих второй главы, не нашлось помощника подобного ему, то здесь употреблено слово помощник, но со значением negat, а negat это против, против него, помощник, который против него, eser помощник, negat, eser и вот в чем помощь от женщины идет, о том, что она противоположна ему, это как плюс и минус, если оба плюс, это не в смысле хорошее плохое, а просто как полярность, то не будет там ни тока, ни силы, ничего не будет, света не будет, нужны противоположности, и вот когда две противоположности могут соединиться в одно, это чудо, но разве не так происходит во Христе, кто мы, а кто Господь Бог, и мы соединяемся с Ним во Христе, то же самое с иудеями, Псания говорит, что в себе самом он приверил иудея и язычника, это две противоположности, очень не похожи друг на друга, но они очень нужны друг другу, и это во всём, совесть и наше желание, наш разум и наше желание, дух и душа, дух и плоть, поэтому если мы хотим что-то отстроить, если мы хотим что-то сформировать, во-первых, нам нужно понимать, что мы нуждаемся в другом человеке, женщина нуждается в муже, мужчина нуждается в жене, оба нуждаются в детях, во внуках, нуждаются, чтобы у них было дело, которое их радовало бы, а не истощало, и нужно друг другу помогать в этом, и поэтому семейная жизнь, она на разных уровнях, это разная взаимопомощь и поддержка в слабостях, когда не стыдно оголиться, вот похоть, это то, вот когда Адам согрешил, они друг другу стали стыдить, ну кого им стыдиться, ну Адам Евы, Ева Адам, больше там некого стыдиться, вот похоть, она лишает человека стыда, и он может оголяться, но также человек может оголяться из-за любви, ну одно и то же действие внешнее, внутреннее, абсолютно разное, и голый человек, он оголяет себя, показывает все свои немощи, и семья сильна та, где муж и жена могут оголять свои души, здесь интим такого душевного характера, и церковь сильна та, где не страшно показать слабые стороны своей, вот почему апостол Павел говорил, «я хвалюсь своими немощами», он их не прятал, он говорил, «я апостол, что люди обо мне подумают и все видят мои немощи, что скажут обо мне?» У него не было такой цели, у него была цель совсем другая, у него была цель, и он о ней говорит, «я тот, который», хотя он поступал по закону, однозначно, закон говорит, если человек оставляет веру, то он должен его взять, посадить под стражу и приставить перед синей древом, этим занимался апостол Павел, то есть по законам поступал верно, он не бандюганом был, пытается представить его эмоционально, что он гнал церковь, но ему за это было стыдно, потому что он шел против Христа, ему было стыдно за то, что ревнуя о Боге, на самом деле он не служил Богу вот за это макаристом, некий изверг, но помилован я потому, чтобы другие посмотрели, сказали, и у меня есть надежда, если такого человека Бог спасает, тогда меня уж точно он спасет, потому что я не гнал церковь Божия, а если гнал, раз его спас, значит у меня есть шанс, и поэтому апостол Павел не прятал слабости, и я считаю лично в своей жизни прятать слабость это глупость, играть в хорошего мальчика это глупость, а он говорит я еще ими хвалюсь, хвалюсь не значит, что говорит о какой я молодец, не в этом смысле, а в смысле того, что я их обнажаю, я искренне с вами, и я знаю кто эти слабости усиливает и я хвалюсь этой силой, потому что эта сила дает мне преодолевать все, устоять во всем, вот почему я вижу ту тенденцию и она не важна, харизматия это пятидесядничество или баптизм, это я однажды написал небольшую статью пятидесядничество окружение и они так отреагировали как будто это не знаю звезда с неба упала где я показывал что христиане они стараются исповедовать и как будто я верю в Иисуса я сильный но послушайте покажи Богу свою веру послушайте Бог знает да он тебе что что не дал что в твоем всех что там показывать раздуваться как мышечная клуба и мы вместо того чтобы изливать свое сердце перед Богом как делал отец веры Авраам мы пытаемся перед Богом что-то там из себя выражать мы перестали укрепляться Господу мы перестали лечиться Господу мы перестали приходить на диспансер Господу посмотри просвети меня не на опасном ли я пути потому что я сам за собой могу не усмотреть мы перестали радоваться Господу радоваться за Господа в конце концов он удержал победу над смертью это хорошая причина порадоваться если тебе не безразлична его победа потому что именно самое страшное это смерть 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 в библейском смысле это отлучение от Бога и поэтому как бы у нас сегодня с этого начали нужно понимать что жена я тоже понимаю что моя жена она помощница но она против стоит напротив не с со мной а против то есть если я смогу преодолеть вот эту против я получу помощь если я не смогу преодолеть эту против Я не смогу получить эту помощь. А значит, мне нужно её принять такой, какая она есть. И это моя задача. Мы очень любим воспитывать. Жена мужа воспитывает, муж жену воспитывает, все друг друга воспитывают, высказывают свои какие-то недовольства. Неужели высказывание недовольства кого-то хоть на миллиграмм сделало лучше? Это совковский путь, это, я не знаю, это дилетантский путь. Там постоянно что-то пугают, выговорили, уволивают, какие-то приказы. С детства кто-то на кого-то наезжает. Учителя там двойку поставлю. Хоть на секунду, а ты что-то изменила? Каким был таким остаёшься? Облагораживать только любовь. Причём, когда есть любовь, ты сам хочешь облагородиться. И это и есть любовь. Любовь — это не только чувство. Любовь — это руководство Словом Божиим. Это хранение договорённости, завета, слова. И даже может казаться, что ты не любишь чувства, но ты там в себе знаешь, ты любишь. Ты идёшь к Богу, говоришь, я не испытываю чувства любви к детям своим или к жене. Это нехорошо. Я не испытываю чувства. Любовь, я помню, как мне Бог сказал, Олег, если в твоих глазах мои овцы становятся свиньями, а поверьте, посмотреть на детей Божьих, как на свиней, причин у пастора за миллион. Это он и пастор. То ты не со мной. Он-то на своих детей крышат, они не крышат. Он всегда на них смотрит, как на овечек, если брать этот образ. Но не на нечистых, не как на свиньих. Он их не называет свиньими. И нужно работать с собой. Нужно вправлять себя. Ну а где ты будешь работать? Ну, конечно, у него. Учишься у него. Спрашиваешь у него, как ты ему так удаётся. Как у него получается это? Ты учишься. Учишься и учишься, учишься. Сколько живёшь, столько учишься. Христианская жизнь очень интересная, если ты идёшь к Господу Богу. не религиозно, а реально ты хочешь с ним общаться, слышать, двигаться с ним, делиться. Ты Библию не читаешь, ты её изучаешь. Копаешься, там, слушаешь. В Талмуд влазишь, в Зуар влазишь, проповедников слушаешь, сам копаешься, словари открываешь, грамматику, лексику учишь. И всё это не ради того, чтобы башка была большая, а чтобы замечать его участие в твоей жизни. Увидеть это. Вот эти нюансы. И ты тогда понимаешь, как читать свою жизнь. и стараешься всё меньше и меньше руководить своей жизнью, как бы земной мудростью. А всё больше и больше хочешь руководствоваться мудростью, которая сходит свыше. это труд. Поэтому, говорю, есть такая профессия. Быть мужем, быть отцом, причём отдельно отцом для первого ребёнка, отцом для второго ребёнка, отцом для третьего ребёнка. Потому что все они разные. И к каждому должно быть разное отношение. Одна любовь, как говорится, дары различны, а дух один и тот же. Проявления различны, а дух один и тот же. Так и здесь. Любовь одна, но проявления разные. Что служит конкретному ребёнку во благо и в устройство то, что он будет во-первых, верующим в Господа Бога, а во-вторых, в человека, соответственно, уже как результат этой веры. И какой промысел он в своей жизни найдёт как призвание. И во всё. Во всём требуется профессионализм. Почему я, например, не понимаю, как ты можешь быть профессионалом, если ты не знаешь еврита, о котором написан Тана, и не знаешь Коина, ну, диалект или англический, на котором написано Новый Завет. Ты не можешь как профессионал аргументировать свою позицию. Тебе приходится ссылаться на чьи-то другие слова. Нет ничего плохого, наверно, если человек специалистом по России, наверное, должен знать хотя бы русский язык и искусство, и культуру этой страны, а не открывать энциклопедию и читать там или Википедию от России тут и выдавать себя за специалист. Чисто вот. поэтому, если человек берется быть женой или мужем, родителем, он должен себя вести профессиональным путем. И именно в послании Тимофея об этом и говорится, что служитель в церкви нужно ставить того, кто умеет управлять домом своего. умеет это не значит, что там все от иголочки. Нет. Он умеет справляться. Он знает, что делать, когда что-то выходит за рамки положенного или не в соответствии с Божьим словом. Он знает, что делать в эти моменты. То есть, может упасти членов семьи. Вот такого надо ставить в служение. По словам вопроса упала. Мы с вами разговариваем, а от нас что требуется? От нас требуется только в нашем окружении, где мы поставлены, начать в этом малом проявлять путь профессионализма. Если мы хоть раз прочитали Библию от Бытия до Откровения, то теперь надо не просто читать, то есть мы ознакомились с ней, теперь надо изучать ее, копаться, спрашивать у Бога, что ты хочешь мне сказать, как мне эту жизнь воплотить и так далее. Как перевести здание на уровень Откровения, например. Вот так. спасибо. Спасибо. Здорово. Здорово. Вообще. Вот, Олег Владимирович, вы в прошлый раз говорили, вот у вас там одна была мечта, другая мечта, еще какая-то мечта, а вот вы никогда не думали? Я просто в прошлый раз когда записывала, а потом перечитывала, а сейчас я вот у меня такая мысль пришла, я думаю, как вот это, такое мышление у вас, оно ну, очень интересное, а вы никогда не думали писать, ну, книги писать, вот написать, потому что это действительно, ну, вот как я понимаю, это действительно нужно и очень много такого полезного нужно узнать, как Соломон говорит, составлять книги времени не хватит, а читать там и кино для тела, я так скажу, я не считаю, что у меня, ну, естественно, у каждого из нас свое мышление, и в этом смысле оригинальное, но я человек собирающий, то, что я говорю, это не то, что вот мне Господь Бог на ухо наговорил, это труды многих, и раввинов, причем и как иудейских раввинов, так и мессианских раввинов, это и пастырей, это и епископов, это служителей, и простых людей, и свое, то есть я человек собирающий, я перевариваю вот этот массив информации и вытаскиваю оттуда вот этот слиток, который представляю людям, некое резюме такое, некий результат, я очень благодарен всем людям, которые способствуют, да, у меня есть личные переписки с раввинами, где я спрашиваю, и показываю, и слушаю, и соответствуют, ну, в смысле, есть ли это такое суждение, мышление, скажем, в традиции, да, скажем, иударизма, или общаясь, у меня тоже тесное общение там с учителями есть протестантизм, протестантский, и, и, естественно, я проповедую на площадке сейчас патестантской церкви достаточно открытой Ассамблеи Божьей, вот, а меня, да, меня спрашивали написать книгу, книги, ну, я могу написать книгу, но я не слышу, что Господь хочет, чтобы он писал, и вот почему, наверное, я, их и так много хороших, что одно и то же писать. Вы просто сейчас меня слушаете, слушали бы кого-то другого из авторов, которые написали книги на ту или иную тему, вот, а книги есть, и поэтому, я даже не знаю, пока я не вижу в этом для себя. Касаемо книг, да, мне не такое я, грубо говоря, великий человек или известный человек. Касаемо мечты, ну, мечта моя, она, две трети мечты исполнилась, и я иду, осознанно иду в финишной части все эти более 25 лет, почти 30 лет я готовился к этой части, потому что, ну, нужно соответствовать, соответствовать уровню, соответствовать восприятию, тебя должны принять. Я, например, долго пробивался, чтобы равины, с которыми я общался, они захотели бы меня принять. И с одной стороны я понимаю, потому что протестантский мир очень агрессивен, мягко сказать, к мысли даже мессианского. Я сейчас не говорю, есть мессианский юдаизм, есть евреи, христиане, а между ними есть некая разница. Вот. чтобы тебя приняли, чтобы с тобой общались, ну, некая преграда стоит, заслуженно стоит, потому что уровень агрессии большой. Вот. Я проверяю себя и на уровне, у меня есть просто друзья, и я слушаю, что они говорят по поводу, ну, по поводу то, как я говорю. Мне это интересно, насколько я смогу служить. Ведь задача служить. Например, у меня есть хорошая знакомая, переписываюсь, и она работает в учебном заведении по преподаванию еврита, и она говорит, к пастера, которые записываются на курсы Торы, учителя от них устают, потому что они не учатся, а спорят. Вот. Человек, который настроен спорить, он не может служить. Он просто по определению не может служить. Он не... Понимаете, спор, вот, как я считаю, спор — это заставить другого человека поменять своё мышление. Вот. Заставить человека поменять мышление — это неуважение к нему. Человек имеет право, даже Господь Бог не заставляет человека по-другому мыслить. Он предлагает жизнь и смерть, тебе я предложил. Выбери жизнь. Человек может выбрать, думать так или не думать так, но заставлять человека думать как-то не имеет права никто. А к судьбе даже этого не имеет. Поэтому, если ты хочешь служить, тебе нужна мудрость небесная. если ты действительно мудрый, то сделай что-то. Сделай что-то, чтобы люди сказали, да, это мне нравится, как ты это сделал. И тогда ты можешь рассказать, как сделал. Если люди захотят, они, если захотите. Понимаете, Ветхий Завет там же так говорит, они не захотели. Если захотите, то есть, захотение имеет вес даже в отношении с Господом Богом. Поэтому очиститься от споров, очиститься от самомнения, очиститься от того, что твое мнение действительно правильное, от этого надо очищаться. И от этого надо серьезно очиститься. Если ты хочешь служить. А если ты хочешь выпендриваться, для этого никуда ездить не надо, можно там, где живешь, повыкендриваться сколько хочешь. Поэтому это труд. Это труд быть годным владыке для всякого доброго дела, подготовить себя. Ну, и мечта, конечно. Без желания тут и не хочется. Так что я хорошо послужил в мусульманском мире, я достаточно хорошо послужил в России. Посмотрим, у меня в феврале будет встреча, кстати, пользуюсь случаем, у нас вот эта неделя, где 20 числа меня не будет, я буду на встрече как раз с миссионерами по вопросам работы в разных странах. Посмотрим? Не знаю, может, что Бог приготовит. по крайней мере, две трети оно само произошло. Я особо не прилагал к этому старанию, чтобы служить среди мусульман или служить россиян. само происходит. Верю, что и остальное завершится. Ну да, мне уже пора думать об этом, потому что мне за 50 лет мне где-то надо финишировать, думать о финише. Ну, лет 20, может, 30, не знаю. вот так или иначе. Ну, это мечты, желания и подозрения на призыв. Это призыв. Ну, вот так или иначе. Я сегодня доволен, поэтому книг писать не собираюсь пока. есть много хороших. И без меня много написано еще хороших. Понятно. Спасибо. А вот еще по поводу семьи, раз мы возвращаемся к этой теме. Вот знаете, мне было всегда интересно, вот и сегодня вы об этом сказали, да, взяли, взял Бог ребро от одного, создал женщину, да, но мне всегда вот удивляло, почему там написано, да, Бог создал из ребра Адама женщину, но в конечном итоге он сказал, и прилепится он к жене своей, не она к нему прилепится, как произведение, а он почему-то прилепится. вот и всегда меня вот это вот удивляло, особенно на свадьбах, когда вот смотришь, и вот у меня постоянно почему-то вот эти вот строчки, я думаю, ну надо же, как интересно, и самое интересное, что я вот у нас в церкви даже видела, ну объявили там помолвку, и у нас там в церкви достаточно всего очень так в старых, в хороших традициях, старых вот церквей пятидесятнических, что там сначала даже они зарегистрировали, а потом они до этого времени никаких у них вообще встреч даже наедине, интересно было, я видела тогда, вот как он к ней прилип, они еще даже не муж с женой, но вот видно было, где бы что ни происходило, он ее так вот у себя в этом, и действительно, я помню даже вот и когда на свадьбу в этом мы ходили, мне прям Бог такое стихотворение положил на сердце, прилепился, но вот все-таки, что вот по этому поводу можете сказать, Олег Васильевич, почему все-таки он к ней прилепился, а не наоборот, ведь из его ребра, был сделан. Ну, для начала, может быть, требуется уточнение, если бы женщина была сделана из ребра, то фраза звучала бы кость от костей моих, а плоть от плоти не было, поэтому, я понимаю, все на дальний перевод, но женщина не сделана только из ребра, она сделана из Бога, а что там Господь Бог взялся с той стороны, одному Богу и известно. еще одна фраза говорит о том, что Бог сделал из нее как произведение искусства, но в принципе эту часть объясняет Сачино, если вы посмотрите с комментариями Раши или Сачино, он объясняет, что там, ну, они объясняют в комментариях что слово, что она сделана как, ну, как амфора, и есть красота. Второе, о чем я хотел бы сказать, что есть божественный аспект, а есть человеческий аспект. Вот эти два аспекта, они всегда нас сопровождают, потому что есть божий взгляд, он дает помощника, а там не говорит, вот, ну, вот тебе я даю вот где Бог дал помощника, и я его принимаю. Речь идет как раз-таки о том, что он фокусируется на ней, то есть вот эти чувства свойственные мужчине, они в нем пробудились, и естественно, желание никуда не отпускать, желание вы помните, как мы читаем, что когда Сара умерла, Исаак долго оскорбел по этому поводу. Ну, когда пришла Редека, он утешился о смерти матери. Ну, так мы устроены мужчины. Мы получаем молоко из груди матери, и мы утешаемся у груди своей жены. И если говорить одного из учителей, к сожалению, сейчас нету, Эдвин Кол, вот, кстати, его книги для мужчин очень полезные, мужчины и так далее. Он говорит такую вещь, что в сексуальном плане женщина сильнее мужчины. Ну, имеется в виду, что женщине легче соблазнить мужчину, чем мужчине соблазнить женщину. Вот в сексуальном плане она сильнее сейчас не в смысле постели где-то лечит, а в смысле вот как влияние, что ли, как атмосферы в этом смысле. И, естественно, мужчина тянется к женщине. Как правило, исключение, конечно, есть везде, но, как правило, мужчина является инициатором быть с женщиной, создать семью, но решение все равно принимает женщина. Если женщина не захочет, никакой мужчина не сможет создать с ней семью. Поэтому мужчинам кажется, что они завоевывают женщину или еще что-то, в основном решает все женщина. И Писание говорит, что жена разумно устрояет дом, а глупая разрушает. То есть сила женщины и роль женщины очень огромная. Это потенциал, который Бог вложил. Ведь она дает жизнь, в ней и вот это призвание источник жизни, это влечение в ее сторону у мужчин. И вот в этом смысле, вот в этой вот вы знаете, вот это подчеркивается, идола сделали мужчины. Вот когда Майсей был на горе, женщины в этом не участвовали. Женщины не давали золото на идол. Это подчеркиваются комментаторы. Женщины давали золото на скини. И вот эта сила, как правило, женщины более верны, чем мужчины. Да, если посмотреть в церквах, женщин больше. Вот реально в мире их не так больше, сколько процентов женщин в церквах, нежели мужчин. Это тоже говорит о силе. Вот эта духовная сила, она в плотском смысле сексуальная. Сейчас я опять больше по Фрейду говорю, чем по постели. Это от нее то, что исходит. И женщина, как правило, более чисто плотна в плане. Людей не себя. матеря учат детей одеваться, зубы чистить, умываться, пору подтирать и так далее. Кушать. Это же все закладывается материально. Поэтому конечно он отъявляется от отца и матери. от отца в смысле он становится мужчиной в смысле что теперь не папа решает, а от матери что теперь не от мамы он будет получать нежность, любовь, ласку. Естественно ему нужно пролепиться тогда. Он теряет это. А женщины вот они более сильны. Я не скажу что им легче и я вам говорю понимать удивительно. Не то чтобы им легче покидать свой дом, но они покинув дом не развалятся. Мужчина может развалиться. Вот чисто даже по временам если ты зайдешь в комнату в общаге где живут парни у них барда и как правило денег не хватает а женщины девушки на то же самое живут у них чисто в комнате и всегда их еда и пахнет приятно не потом. Это способность жить способность обустроить то место где ты живешь. По этим признакам можно видеть силу женщин и по словам которые есть. Поэтому по факту мужчина прилипляется к ней и он стремится к ней и он отвечает за это. В конце концов не мы к Иисусу прилепились а он к нам прилепился. Не мы его нашли он нас нашел. Не мы его спасли он нас спас. Мы как невеста как церковь нас та же самая история. Но это то что на поверхности можно другое смотреть уже гораздо глубже идти и столкование на разных уровнях. Сейчас на уровне ПШАТ, то есть поверхностный уровень то что мы видим чисто на внешних таких прямых местах о чем говорится. я не знаю замечаете вы или нет может быть вам трудно заметить это. Скоро если вам трудно это заметить а может нет может замечаете но вот сидит семья дома что-то делают все и заходит мама нормальная семья вот сразу атмосфера меняется папа зашел ну так чуть-чуть колыхнулась но мама зашла все все она и кормилица она и выслушает всех она и расспросит всех ну вообще даже слава Богу за женщину спасибо Порадовали. Прямо спасибо. Есть хорошее выражение, устойчивое. Оно такое резкое, но хорошее. Если бы не мама, то ты утонул бы в дельне. Это свойство. Это качество. Вот Эд Колл, он учил как раз таким вещам, потому что вот эта вот грань, она очень такая, когда муж делает из жены маму. Но проблема в том, он говорит, что с мамой не спят. И вот одной из причин разводов, развалов, семей, измен, именно когда женщина позволяет мужчине сделать из неё маму. Такая отрицательная. Правильного качества в отрицательную сторону. она мама для детей, но не для него. По крайней мере, он должен чувствовать, что он заботится о ней, а не она о неё. «Ты как мама не готовишь, ты как мама не говоришь, ты как мама». И там перечень для меня. Но женщина не должна быть мамой. «Хорошо». «Хорошо». «Насыщенно поговаривали, я смотрю». «Я то». Пусть Бог хранит вас, спасибо вам за терпение. За вам большое спасибо за терпение к нам. Кажется, вроде дошел бы сам, нет, движется со стороны, как-то все равно. Для меня это честь. Да, для нас тоже. Общаться и слышать что-то новенькое. Но тем не менее, мужчины ищут себе жену, похожую на его маму. Вот как-то так вот. Вот чем-то. Да, поэтому я сразу своих пацанов, задавая направление, я говорю сразу, что... Оно все равно бессознательно будет, но нельзя ожидать от женщин, чтобы она была твоей мамой. Скажем, сегодня упоминал этого безбожника-психиатра. Хотя кто-то пытается его обелить, но я все равно читал его труды, я считаю его безбожника. Сейчас даже фамилию забыл. Вот он говорит, что все руководствуется этим, осознанно, неосознанно. Я думаю, что нет. Я думаю, что на неосознанную часть, то есть на нашу плоть, Слово Божие имеет силу более высокого порядка. Поэтому мальчик, воспитанный в Слове Божьем, он может управлять своим выбором с небес. Он способен не маму искать, а жену себе. Старший сын даже ни разу не говорил, что он похож на маму. То есть он даже не ставил таких вопросов. И это хорошо. Никакая девочка не должна быть... Не обязана быть мамой, и никакой парень не обязан быть папой. Ну вот, да. То, что вы сказали, да, это одна из причин. Она есть. Но она как на уровне рефлексов, что ли, в ровных таких моментах. Но мы же больше не животные. Мы должны это понимать и побеждать это в себе. Не давать этому управлять нами. Ну, это естественно, скажем. Человек в семье познает что-то, и, естественно, он хочет видеть то, что он познал и вне семьи. Но жизнь такова, что люди, которые вне семьи, они другие люди, чем в семье. И к этому надо вызреть. Созреть к этому понимание. Это не то, что инстинкт. Это то, что другого познания нет. Например, как мой младший, он в школу пошел, пришел, представляешь, оказывается, есть люди, которые в Бога не верят. То есть для него это был шок. В семье все верующие, и вокруг него общение все верующие. И для него был шок. Говорит, оказывается, есть люди, которые верят в Бога. Вот это да. Ну да, есть такие люди. Так и здесь. Человек, он должен понять, что есть люди, которые ни капли не похожи на членов семьи. И это нормально, это естественно. Это когда человек желает счастья себе, и он увязывает. Если семья хорошая, он увязывает это со своей семьей. Папа хороший, вот я хочу такого же, чтобы было хорошо. Но он же папа, поэтому хороший. Неизвестно, какой он муж. Человек может быть хорошим папой, но не очень хороший мужем. И наоборот. И там, и там надо трудиться и стараться, чтобы быть и мужем хорошим, и папой хорошим, и дедом хорошим. Я поэтому говорил, что везде это требует труда. Автоматически, просто так, без труда ничего не происходит. Хорошего дела. Это то же самое. Накидать кирпичи и ждать, что будет дома. Нет, дома не будет. Надо все по уму делать. Мудрость устрояется, да. Ну вот так. Хорошо. Пусть Бог хранит вас, тех людей, которые вам дороги. Ваша цель, и собрание, и община. Спасибо вам огромное, просто огромное. Поддержка такая во всем. Хорошо. С Господом. Спасибо. Вам тоже благословение. ТimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTside timaTimaTimaTimaTimaTimaTimaTimaT